Добрый день, господа товарищи! Сегодня на площадке 19.рус.инфо у нас в гостях помощник депутата Верховного Совета Хакасии Николая Разумова Зоя Михайловна Шуршева и хорошо известный читателем 19.рус.инфо специалист-эколог Алексей Иванович Вернегоров. Тема, которая привела вас сюда к нам, известна. Это экология, которая в основном касается угольных разрезов. Зоя Михайловна, о чем вы сегодня хотели рассказать нашим читателям? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить, что 19.рус.инфо пригласила нас раскрыть нашу тему, может быть, еще и с другой стороны. Я буду раскрывать это со стороны жителей этих сел, этих населенных пунктов. Но начну я не с этого, а начну с того, что вчера произошла такая трагедия. Умер наш большой политик, мэр нашего города Николай Булакин. Выражаю соболезнования всем жителям города Абакан. И хочу сказать, что в последнее время он был за экологию города, за то, чтобы жители города не чувствовали опасности приближающихся вот этой беды, открытия новых угольных разрезов в таком количестве. Вот на сегодня у нас 9 угледобывающих предприятий в Хакасии, имеющих 22 действующие лицензии. И Бейский Западный, который собирается открыть майорский разрез, получил лицензию в прошлом году. Эта лицензия была зарегистрирована Роснедрами 17 июля 2018 года. С тех пор начались наши беды, так скажем. Потому что Кайбальская степь, это будет 100 квадратных километров, изрыта, буквально начиная с села Чаптаково и заканчивая Кербой. С 1 октября 2018 года начались публичные слушания в Куйбышево, затем в Шалгиново и продолжались они с периодичностью. Это значит 1 октября, потом в ноябре 2018 года, потом 27 февраля на территории села Шалгиново. Затем объявили они на апрель, который отменили. Затем объявили на 22 августа, который потом опять отменили. Я хочу сказать, что на публичные слушания разрезы должны выходить уже с готовыми документами по оценке воздействия на окружающую среду. То есть жители, они реально должны понимать, чем грозит открытие этих разрезов. Чем грозит для их здоровья, для их вообще проживания комфортного на этой территории. А когда они с 1 октября 2018 года, я говорю о разрезе, и администрации Бейского района, они инициировали по заявлению Майоревского разреза эти все публичные слушания. Значит, я хотела бы и задавала вопросы на этих публичных слушаниях. На каком основании вы начинаете проводить эти публичные слушания? Единственное, что говорила администрация, на основании заявления Майоревского разреза и прилагаемой лицензии. Это давало основания для проведения публичных слушаний. Но это было очень даже недостаточно, и люди просто не понимали. Они приносили карту своих интересов на слушание, разворачивали ее, показывали, заканчивались публичные слушания, карту заворачивали и уходили. Я говорю, вы почему рассказываете все людям на пальцах? Почему у вас не прошла государственная экспертиза, нет оценки воздействия на окружающую среду? Хорошо, нам помог в этом деле Алексей Иванович Вернигоров, к которому мы обратились. Я действую по запросам жителей этих сел. Там входят пять сел, Кубежский сельский совет. Это Шалгинова, которая будет в непосредственной близости к этому разрезу. Вначале они говорили полкилометра, потом на следующих слушаниях они стали отодвигать эти километры на один километр. На первых слушаниях они говорили, что мы вообще в проекте снести село Шалгинова и перевезти всех жителей, предполагаемое, к Бею. На что жители отвечали, мы потеряем земли, не просто земли проживания, вот наш домик, наш огород, а мы потеряем земли, которые получили в паях, будучи жителями этих сел, они получили при пае и частную собственность, где занимались выпасом скота, где занимались синокосами. То есть они жили натуральным хозяйством, никогда у государства ничего не просили, развивали фермерское хозяйство. То есть... То есть Зоя Михайловна, я вас перебью, да. То есть как только открывается у нас угольный разрез, история повторяется. Да, то же самое было, когда Майрывский открывал свой первый участок, было, когда Аршановский открывал, то есть местные жители выступали против этого. Это понятно, это понятно, что люди не хотят вторжения угольщиков на свою территорию, что они боятся за экологию, это всем понятно. Но вы же не будете отрицать, что угольная промышленность в республике является драйвером экономики, что они приносят нам налоги, они дают рабочие места. И в конце концов развитию промышленности вы против этого? Да. Вот я... То есть нам надо жить укладом патриархата? Нет. Нет. Сельским хозяйством? Нет. Вот как раз открытие вот этих угольных разрезов многим жителям даже этих сел и вообще Хакасии, я хочу сказать, открыла глаза. Ведь сейчас у нас стереотип какой? Жители села, сел, деревень, в основном это маргиналы, пьющее население, не заботящиеся о себе, ждущие, когда нам в рот что-нибудь положат. И когда начались вот эти публичные слушания, мы напрямую столкнулись с этими жителями. И когда я увидела, насколько у людей это трогает, а молодежь сейчас, многие... Нет, 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 как представляют. Ну а нищета, нищета, негде заработать в деревне, где им зарабатывать? Вот я вам рассказываю. Многие открывают крестьянско-фермерские хозяйства, либо не открывая, они все-таки разводят скот и занимаются этим. То есть они не ждут от государства ничего. А крестьянско-фермерские хозяйства, вот тот же покаяк, вот рабочие места. Они привлекают ведь еще и своих жителей этих сел для работы у себя в фермерских хозяйствах. И вообще я хочу сказать, это селы в основном проживание коренного населения. Это традиционный уклад, мы занимались всегда скотоводством, немного, конечно, земледелем. Это ощущение, что это твоя родина, и она уходит из-под ног, это ощущение. Это же как у нас. Это немножко лирики, да? Это лирика. Может быть. А если мы конкретно... Теперь, что касается рабочих мест. Вот говорят о том, что будут рабочие места, вы потеряете много. Что касается рабочих мест. В основном, в основном, на квалифицированные рабочие места привозят вахтовым методом из Кемеровской области работников. То есть берут... У вас есть точное сведение об этом? Да, почти. Вы уверены, да? Да, уверена. Да, да, да. Потому что вы, если мы были возле отеля Азия, вот здесь вот у нас отель Азия есть, и стоят там ребята. И когда мы спросили, откуда вы, они сказали, мы из Кемеровской области работаем вахтой здесь, на ваших угольных разрезах. Ну, то есть местное население, это еще можно обучить, и на самом деле... Да, да, квалифицированные кадры, да. Именно квалифицированные кадры, а там... Вот, Зоя Михайловна, смотрите, летом президент Владимир Путин проводил совещание. Наш губернатор там присутствовал по угольным предприятиям. В целом, ни Владимир Владимирович, ни наш Валентин Олегович не против развития угледобывающих предприятий, не против разрезов. Но вопрос упирается в экологию. Да. Насколько эти разрезы сохранят нам экологию? То есть, стопроцентно они нам, естественно, не сохранят. Это понятно? Это, конечно. И я вот еще говорила о том, что кроме экологии у нас нарушится вот этот ландшафт, где территория обитания не только жителей, но и растительницы, птиц. И я уже еще раз повторюсь, памятников историко-культурного наследия. Но памятники историко-культурного наследия... Их невозможно все там сохранить. Да, это настолько там богатый власть. Все, может быть, и как я не знаю. Вы считаете, что не надо сохранить? Это невозможно сохранить. А если невозможно, тогда извините, не заходите. Тогда если бы там не разрыли землю, эти политики... А если бы не разрыли землю, мы занимались бы туризмом. Мы занимались, кроме, я говорю, сельского хозяйства. Мы занимались бы тем же этно-туризмом, которым сейчас говорят, что надо развивать его. Это уже вопрос и к правительству республики, который делает акцент, и расставляет приоритеты, что им развивать. Теперь, что касается тех налогов, которые в бюджет получаем. Вот что сказал майорысский разрез на слушаниях. Миллиард двести миллионов. Больше всех налогов. Да, да. И что? Миллиард двести миллионов. Это в преддверии... Ну, деви... Это в преддверии выборной кампании, во-первых. В прошлом году. Вы не верите, что они... Я не верю. Вы верите? Да, я верю. Но вот эти миллиард с лишним заплатили не за то, что они уже набирали, а заплатили за то, что они будут и в будущем делать. Да, да. Они заплатили за лояльное отношение правительства к майорысскому разрезу. Как взятка. Как взятка. То есть вы обвиняете правительство в сговоре с угольными предприятиями? Я не обвиняю то правительство, которое существует сейчас. Но я хочу сказать о действиях некоторых лиц в этом правительстве, которые сейчас. Вот я хочу сказать о Юрии Николаевиче Курлаеве. Он бывший глава Бейского района. Вчера, просмотрев опять все документы по заявлениям майорского разреза на проведение публичных слушаний, и я увидела такую вещь. Значит, как я уже сказала, лицензия, подписанная, утвержденная Роснедрами, была 17 июля. Лицензию выдают федерации? Да, федерации. Значит, Казьмин, это бывший директор майорского разреза, которого, кстати, судили. Да, да, мы знаем. Знаете, да? Да, подает заявление, это утверждена лицензия 17 июля, а 7 июля он подает заявление в Бейский район, главе Бейского района, об инициации вот этих публичных слушаний. То есть, настолько они действуют быстро, вы представляете, можно, это уже понятно, белыми нитками шито, что у них нет, кроме лицензии, ничего, ни проектно-сметной документации, ни оценки, ни проведения. Но если на соответствии с требованиям законодательства они проходят все эти этапы, так ведь они проходят? Тогда извините, не проводите публичное слушание, не проводите, потому что публичное слушание проводится только после государственной экспертизы. Санадзорные органы должны все это знать и изучать, и понимать. А об этом и речь. А об этом и речь. Я говорю, что они ищут по закону действия. Вот, Зоя Михайловна, сами вы где живете? Я живу в Абакане, но это меня очень трогает. Ну, то есть, почему именно Майоревский разрез? Почему все обрушились на Майоревский разрез? Нет, нет, нет. У нас 9 еще предприятий, вы сами сказали, которые работают и также наносят экологический вред. Нет, конечно, такой вопрос, я, кстати... Сейчас с Крайнего сделали Майоревский разрез. Потому что это будет мегапроект. Это будет такой проект, который побьет все существующие разрезы. Я уже говорила, что покроют территорию 100 квадратных километров. Вы конкретные действия предприняли, чтобы не просто на уровне разговоров, а делать запросы в контролирующие органы, обращаться к депутатам, к правительству, что еще надо делать? Да. Правительство Республики Хакасия обращалось не единожды с запросами. Кроме правительства обращались и в Верховные Советы, и в надзорные органы. Там получали мы отписки в основном. После этого я хочу сказать... Вот вчера у вас были ребята по каяках Петр и Виктора Зараков. Я что хочу сказать и рада этому, что вот это все... То есть рост самосознания местного населения, это все нас учат постепенно к тому, что находясь мы на своей земле, мы должны решать эти вопросы. Но это решать же нужно цивилизованным образом. Поэтому они зарегистрировали региональную экологическую общественную организацию, в которую вошли в большинстве своем жители вот этих сел. И вот эти молодые ребята, которые там занимаются фермерским хозяйством, и которые сейчас говорят, как жалко, что мы не получили соответствующее образование. Но мы сейчас учимся. То есть людей заставили учиться, им открыли глаза. Им открыли глаза на то, на что могут повлиять депутаты местного сельского совета. Никогда никто, люди не задумываются о том, насколько органы местного самоуправления могут повлиять на решение вот этих вопросов. Я уже не говорю о том, что об администрации Бейского района, о депутатах, которые взяли на себя вот такую обязанность, что они теперь будут решать. А что вы хотите, собственно, решить? Чего вы добиваете? Отзывы лицензий. Так это же на федеральном уровне? Отзывы лицензий. На федеральном уровне? Нет. Кто может отозвать лицензий? Инициировать могут и жители, если государственная экспертиза докажет о том, что воздействие на окружающую среду будет таким, что жителям будет здесь плохо проживать. Поэтому вот эта экологическая организация, которая создана, некоммерческая, сейчас инициирует общественную экологическую экспертизу, в которую одним из экспертов идет Алексей Иванович Вернигор. И я еще хотела бы сказать об изъятии земель. Вот вчера говорили, не говорили, ребята, я хочу сказать, что изъятие земель идет просто идет в наглую. Значит, 15 апреля подписано, исполняющим обязанности главы республики Курлаев почему-то на тот момент был, и он подписал об изъятии 16 земельных участков. О переводе земель и сельхоземель, да, промышленные. Вот утверждается, что мы знаем, что если земли промышленного назначения, то и налоги с них гораздо выше, чем сельскохозяйственного назначения. Теперь я что хочу сказать. О налогах очень хорошо сказал Владимир Николаевич Тегашев. И поэтому лучше, чем он сказал, что мы получаем от разрезов, я не могу. Теперь, что касается земель. Земли изъяты как постановлением, подписанным Юрием Николаевичем Курлаевым, так и приказом СИДНЕДР. Вот вы знаете, мы постоянно мониторим сайт правительства, и там вот перевод земель из сельхозного назначения в промышленные, постоянно, чуть ли не каждый день у них эти вот постановления, принимаются в разных районах, изымаются эти земли. То есть это как бы не новости, это не... Нет, есть изъятие, изъятие и рознь. Есть изъятие, когда земли сельхозного назначения не используются по своему назначению. У нас в основном и не используются, они же не используются. Не всегда, не всегда, не всегда. А есть изъятие, которое идет вот именно под лицензию, под... Я маленько поправлю, не изъятие земель, а перевод земель. Перевод земель. Перевод земель. А изъятие земель это за... Сельхозное назначение в промышленном. А изъятие это совсем другое, за неиспользование земель по назначению происходит. Так, ну мне непонятно, то есть вы хотите забрать лицензию, чтобы не было Бейского-Западного участка, будут другие участки? То есть вы вообще хотите стоп сказать угольным... Стоп сказать угольным разрезам, которые ведут добычу открытым способом. Что значит вести добычу открытым способом, взрывать, это же взрывать, для того, чтобы добыть этот уголь. И на такой территории, как я уже повторяюсь, 100 квадратных километров. Ну вот, Алексей Иванович, наверное, теперь Ваша очередь, да? Сегодня я ехала домой, то есть на работу из Саеногорского Бакан. И на участке Белой Яркой Балы просто было нечем дышать. То есть там был бензопирен, сажа бензопирен, который невозможно дышать, от угольных, видимо, от печей, да? Топят печи. То есть этот вопрос, почему вас не интересует? Почему вы не занимаетесь хижением энерготарифов? Вы ко мне обращаетесь как к кому? Как к специалисту-экологу объяснить, почему? Или как чиновнику, который должен заниматься? Я вам могу объяснить, почему, но я не могу заниматься этим делом. Давайте я вас спрошу, какие риски несет нам угольный разрез? Угольный разрез. Вода, земля, воздух, что? Давайте так, сперва определим позиции в этом вопросе. То есть вы сейчас вот всеми силами давите на разрез Майорекски? Вас не интересует озеро шира, которая тоже загрязняет. Погодите, не надо в одну яму валить все и потом топтать ногами, а потом разбирать, что такое. Давайте, говорю, определим позиции. Моя позиция. Я никогда не был против, можете поднять все мои публикации и выступления, я никогда не был против строительства новых разрезов, новых заводов. Я никогда не был противником этого. Я был только за то, чтобы разрезы, новые заводы, новые, которые строятся, значит, все это дело происходило в границах правового поля и в рамках экологических норм. Я только за это. Значит, на сегодняшний день я не беру группу разрезов Черногорского куста и Белоярского, здесь из их копии. А пока давайте будем говорить о группе разрезов бесконечно-неугольного месторождения. Ни на одном из них, я могу с уверенностью сказать, что нормы экологические и законы экологические не соблюдены. На любой из них, если сейчас прийти с проверкой, по аналитическому законодательству, с полной проверкой, их можно разогреть любой из них на 90 дней. Это вопрос не только к разрезу Майорыхскому, да? Погодите, а к кому? Не только к собственникам разреза, к контролирующим органам. Конечно. Почему они не заходят, не проверяют, не требуют? Конечно. Почему открываются разрезы, не имея на то никаких оснований и документации, кроме лицензии? Почему разрешают? Кроме лицензии. Почему открывают? Это вопрос и к правительству, и к Министерству природных ресурсов и экологии нашему, к Хакасскому, и к Росприроднадзору, филиалу Министерства Российского. Все молчат, то есть при таком молчании, молчаливом согласии, вот это все и происходит у нас. Вот это вот все толкнули, значит, к молчанию чиновников, толкая, перво-наперо толкнуло, значит, деспотичное поведение в отношении них, правительство Зимина, когда было. Значит, там вы вспомните, когда Варшаново, когда были первые слушания по открытию Варшановского разреза, я присутствовал на них, я там выступал. Я помню, как Виктор Михайлович рвал на груди рубашку, бил себя коленками в грудь, что не выкопают ни одной лопаты угля до тех пор, пока не будут выполнены все требования, как социального характера, экологического, технологического и всего прочего. Что выполнено? Ничего. Почему они выполняют социальные обязательства? Социальные обязательства? А почему не было включено в социальные обязательства, допустим, такое? Допустим, открываете разрез, и они обещают рабочие места, для того, чтобы они знают, что рабочие места будут, значит, здесь. Почему не организовать до открытия разреза обучение рабочим специальностям жителей поселка? Почему нет? Почему не организовать там рабочие места, которые вы обеспечивали работой жителей, у которых сейчас заберут землю? Почему их не обеспечить рабочими местами непосредственно на разрезе? Ведь можно создать на разрезе, есть столовые, есть прачечные, все есть. Значит, почему бы не организовать, допустим, обеспечение той же столовой продуктами питания, произведенными жителями этого поселка? Почему не организовать? Почему не организовать небольшую свиноферму, 5-6 семей, дайте им начальный капитал, а не проводите им свет на улице? И они ходили 70 лет без света по улицам, не было у них освещено улицы, и еще будут 70 лет ходить. То есть это только их добрая воля это все делать? Это все не закреплено законодательством? Нет, а вот это вот здесь как раз это просчеты нашего правительства. Да, просчеты правительства. Здесь нужно было бы в социальные условия, когда подписывается соглашение, значит, включать это дело. В социально-экономическом партнерстве. Конечно, не только это. Там еще можно и другие, те же построив небольшое овощохранилище, обеспечить несколько семей, допустим, техникой, которые бы выращивали картофель, морковку, капусту. Для этой же столовой. Свинину, молочную продукцию, так же можно было организовать. Ведь в основном самое большое сопротивление жители оказывают. Почему? Потому что не видят перспективы содержания своей семьи, обеспечения, чтобы обеспечить свою семью. У них отбирают участок земли, с которого они кормились, другого им нигде не дают. Значит, каким он образом будет кормить семью? Школьницу, сына, дочь собрать в школу. Деда, мать обеспечить лекарствами. Ну, это страна, в которой мы живем, капиталистическая страна. И что? В которой мы все равно говорим о социальной справедливости. Давайте будем, я могу приводить тысячу стран, где капитализм, но социальная ответственность государства перед своими жителями очень высока. Мы можем об этом мечтать. Давайте возьмем Норвегия, Швеция, Финляндия, Арабские Эмираты. Их много. Мы очень далеки. Мы даже от Китая уже. А почему мы не хотим стремиться к этому? Для того, чтобы приближаться, для того, чтобы приближаться, я вступлю, можно, в разговор, для того, чтобы приближаться вот к таким цивилизованным, цивилизованной добыче полезных ископаемых и использованию всех благ от продажи этих недр, чтобы это было цивилизованным, здесь должно быть заинтересованность как государства, так и общественности. Я хочу сказать, что вот наша общественность все еще спит. И наш Верховный Совет спит. И Верховный Совет та же общественность. А Верховный Совет может издавать законы. Издавать законы они могут, но они, видите как, они поставлены в рамки федеральных законов, что вы не можете, значит, изменить федеральные законы. Только можете, как законодательную инициативу, да, пожалуйста. Теперь я что хочу сказать. Вот эта вся борьба, она выросла в том, что вы помните, 3 июля был организован митинг в городе Абакане. И я хочу опять сказать спасибо мэру нашему Николаю Булакину, что он разрешил нам провести этот митинг. На этот митинг собралось по оценкам более 500 человек, а подписались под резолюцией митинга, более 2000 подписей поставили. Резолюция этого митинга была направлена в органы федерации. А кроме этого, 17 августа молодежь решила инициировать проведение внеочередного съезда Хакасского народа, который был проведен, проведен в селе Куйбышево. Причем очень было такое противостояние как администрации сельского совета, так и администрации Бейского района на проведение вот этого съезда на этой территории. Не давали помещения, был дождь. Представьте, это какое неуважение вообще к жителям, к людям, чтобы под дождем, мы начали под дождем проводить этот съезд. Потом, благо, природа к нам благоволила, дождь прекратился, появилось солнце, и мы записали видеообращение, отправили на имя президента. Но что я хочу сказать, что на следующий же день был ответ из приемного президента, что видеообращение принято, и что по всем инстанциям все запросы отправлены ваши. То есть реакция была мгновенной. То есть в этом обращении какова основная мысль? Основная мысль о той экологической катастрофе, которая ждет после открытия такого мегапроекта, как Бейский Западный. Открытие разрезов по добыче угля открытым способом. И закрытым тоже самое. Да, и закрытым тоже самое. Как пример приезжал представитель с Кемеровской области, и он все минусы, которые от угледобычи несут жители Кемеровской области, он нам все там рассказал. Почему президент говорит, что надо, что надо соблюдать экологию? Почему на местах-то не соблюдается? Нам нужны конкретные примеры, почему тот или иной разрез, что какие у них нарушения имеются по экологии? По экологии давайте вот этот вопрос могу явно вносить. Какие нарушения имеются? Я вам уже сказал, что мы, так сказать, задумали небольшой аспект социальных вопросов. А теперь давайте перейдем к экологии. Значит, вот здесь, вот я вам сейчас покажу карту. Карта, которая разрезы, начиная, значит, от челпана и заканчивая центральным разрезом, вот, занимает площадь. Значит, только челпан, я пока не могу сказать, потому что я не изучал, все остальные разрезы, я уже сказал, что их возможно закрывать прямо сегодня, на 99. Назовите эти разрезы, а? Назовите. Пожалуйста, Аршановский, Майорыхский, участок Кирбинский, да. Значит, на сегодняшний день, этот, Аршановский 2 пытаются купить лицензию, пытаются разрабатывать. Участок Западный, вот этот вот, их сейчас можно закрывать. Я здесь маленько объясню, объясню маленько, значит, есть нормы, правила и законы, которые позволяют заниматься добычей полезных ископаемых. Значит, для того, чтобы разрабатывать какое-то месторождение, необходимо владельцу, ну, не владельцу, пускай даже государственное предприятие, неважно, нужно приобрести лицензию на право разработки данного. Цель – это первый этап. Первый этап. Второй этап. Для того, чтобы грамотно и хорошо использовать и оценить, какой ущерб будет нанесен в окружающей среде, необходимо произвести инженерно-экологические изыскания. То есть, определить, что, сколько, какой травы здесь растет, сколько кузнечиков скачет, сусликов живет, какие птички прилетают сюда. То есть, изучив это, сделав инженерно-экологические изыскания, после этого делается проект разработки, который накладывается на существующую экосистему и определяется, вот после этого уже происходит оценка воздействия на окружающую среду. И при проведении экспертизы, экспертиза может указать, что, допустим, не та технология, устаревшая технология используется при добыче полезных ископаемых, которая наносит гораздо больше вред, чем новая технология, которая есть, в которой существует. Задача эксперта изучить все технологии, которые есть, значит, и применить их там, для того, чтобы снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Вот здесь Зоя Михайловна сказала, что взрывы. Сейчас есть безвзрывное, значит, рыхление. В теории. Почему в теории? Не в теории, а в других странах этими технологиями пользуются? Почему у нас нельзя купить? Вот я три года назад делала запрос в Хакас-Недро и сказали, что лучше... У нас, у нас в России нет. Взрывной, да, системы. У нас в России нет. У нас в России не применяется. Потому что она, может быть, дорогая эта система. Потому что она самая дешевая. Вот эта система взрывная, самая дешевая. А почему за рубежом могут применять, так сказать, с любовью относятся к окружающей среде, а у нас можно не относиться к этому делу, я не понимаю. Почему они могут продавать уголь за рубеж, а купить технологию для того, чтобы применять здесь не могут? Они продают уголь за рубеж, чтобы выручить большие деньги. Они вас везут на восток, а не на запад, чтобы получить прибыль. И что? И потом развиваться, видимо. Да вы что? А почему сразу не вкладывать сюда, и потом покрывать свою прибыль? Ведь так не... Давайте тогда вообще из них освободим их это всего, и пускай копают, а потом могут, может быть, что-нибудь сюда нам хорошее завезут. Это неправильно. Это неправильно, да, я согласна. Да вот я вам еще раз говорю. Вот, на деле... Кроме разреза Челпан, восточно-бейские сюда называют. Значит, вот здесь, которые разрезы работают, можно закрыть в любой момент. Давайте я приведу пример, разрез Аршановский. По закону, я далеко не буду ходить, разрез Аршановский, вот. Значит, в проекте у него предусмотрено строительство баражной защиты. Что это значит? Это на месте производства, добычи угля, ведь там, значит, существует очень мощный оливиальный слой, водонасыщенный. Значит, для того, чтобы снизить нагрузку на прилегающие земли и снизить коэффициент деградации, нужно построить защиту, которая не даст воде с этих земель сбежать в эту яму, я по-другому не называю, ну, котлован давайте назовем, чтобы было грамотно, в этот котлован, который будет глубиной до 260 метров. То есть депрессионная воронка, которая образуется вокруг этого разреза, она будет от 7 до 12 километров. То есть здесь не будет произрастать на этой земле ни вода, ни трава, ничего. Будет произрастаться в пустыню. Чтоб этого не произошло, предусмотрено проектом строительство баражной защиты. Это изолирующая стена в земле на расстоянии 50 метров от борта разреза. Она не выполнена. Сейчас природоохранные органы наши должны, я не знаю, почему так не делают, они должны будут сейчас инициировать проверку этого выполнения проектного решения и прокуратуру, через прокуратуру, через суд остановить на 90 дней, имеют право по законодательству работу этого разреза. И еще там других нарушений, куча. Строительство моста понтонного, на который даже нет проекта. Как построили его? А вы уверены, что нет проекта? А я вам говорю, что нет проекта. Согласование с водной организацией, которая дает разрешение на временно, так он уже не временно, он уже 3 года действует. И еще будет действовать, черте сколько. А наша природоохранная организация, никто не задался... Просто отделение временной эксплуатации не построит свой мост, будет действовать понтонный. В перспективе еще лет 5-7. А наша природоохранная организация, никто не задался целью посчитать, насколько снизился коэффициент самоочищения реки Абакан со строительством этого моста. Никто не посчитал. Никому это не надо. Значит, вот разрез Майрыльский на участке восточно-западном или Аршановский 2. Кстати, на картинке он не выглядит таким огромным. Кто? Вот этот новый участок, Торя Михайловна, о котором вы говорили. А здесь он еще не нарисован. Беский западный. Беский западный? Не нарисован. Почему? Есть, как-то нет. Вот он, беский западный. Нет, затронет еще Сосновое озеро. Это Сосновое озеро, там они не затронут. Вот здесь вот Сосновое озеро, Сосновое озеро, Сосновое озеро на сегодняшний день там нет разрешающей документации для строительства. Там построили погрузочную площадку. Где тут пани, где тут пани? Вот здесь, вот все эти озера, которые вы называете. Это 40-я озерка все? Да, вот они. Они вот находятся как раз вот здесь. Значит, здесь наша местная власть, республиканская, так сказать, правительство народного доверия. Только каким критерием оценивалось это доверие народа к этому правительству, я пока не понимаю. Значит, решила бороться с нарушителями законодательства, с угольщиками, незаконными методами, я так считаю. Значит, вот на этом месте они предлагают сделать заказник, орнитологический заказник. Но никто... Это плохая идея. А? Это плохая идея. Это? Отвратительная. Это издевательство вообще над всем. Над природой. Да, над природой. Я считаю, что это является административным шантажом угольщиков. Это вообще-то неприемлемо. Я еще раз говорю, бороться с нарушителями закона, я вам объясняю. Вот, глядите, вот здесь, вот он, вот он, канал, идет, растительный канал, вот он, Кайбальская растительная система. Вот, вот он, видите, проходит. Как раз по участку, его не будет. На сегодняшний день уже нет сбросового канала, вот здесь, вот он, вот он идет, сбросовый канал. Его уже нету. Уровень вот этих озер поддерживается как раз с Кайбальской растительной системы. Не будет канала, не будет озер. Они все странируют вот в эти разрезы. Сустыков растить там, извините, пожалуйста. То есть это популистка, это да? Популистская мера, это просто популистская мера. Значит, мы вот здесь, этим самым мы закроем, есть закон о недрах, который предусматривает запрещение строительства, капитальное строение сооружений, большим сроком эксплуатации, значит, на территории, где расположены стратегические запасы природных ископаемых, полезных ископаемых. Это вот как раз, вот это вот полезное ископаемое стратегического назначения. Здесь Москва не даст, об этом я говорил им. Они не слушают, но они еще двигаются дальше. Значит, они хотят, значит, статусом губернатора пробить это решение, отправляя губернатора, значит, уговаривая его, чтобы он, значит, повлиял на Министерство природных ресурсов и экологии России. Ну, хотят сделать губернатору еще одну выволочку, которая приедет тот же Миняйло и по этому вопросу сделает. Подставить губернатора. Да, подставляют губернатора, просто-напросто берут, подставляют губернатора. Ну, и делаем еще дальше. Они предлагают, я им сказал, что не будет озер. Они мне говорят, вот всю воду, которая будет, водопонижение с этих разрезов, мы будем бросать в эти озера. Ну, хоть кто-нибудь опять дальше думал, нет? Для того, чтобы... Должно быть все просчитано, научно обоснованно. Вот, научно обоснованно. Я им говорю, вот вы сюда будете бросать мертвую воду. Что такое вода с глубин 260 метров? Это мертвая вода. Она чисто минерализирована. Там нет биологической составляющей. Что будут есть птички здесь? Они сюда не прилетят. Голодать они здесь не будут. Это понятно. То есть, тогда хотели что? Я хотела добавить о том, что говорил сейчас Алексей Иванович, о популистской мере, открытие вот этого заказника для орнитологического, так скажем, да? Так вот, Майрыжский разрез, эта вот дорога ведет в Шалгиново. С Оршаново в Шалгиново. Вот она идет. Дорога в Оршаново в Шалгиново. Что они тут делают? Начали эту работу они еще осенью прошлого года. Вот здесь они копали, я это ездила, видела сама, прокладывали трубы и проводили сюда. Это очистные сооружения, которые построены без всякой документации. То есть, это отстойник этого? Отстойник, да. Которые говорят, а мы здесь будем разводить рыб. Вот сейчас только Алексей Иванович сказал, что это вода мертвая, такие рыбы. Теперь я хочу сказать еще о том, что вот видите, река. Вот река, это Абакан. И говорить о том, что мы будем прямо прекрасно жить, с чистой водой, это вот вызывает сомнение. Теперь еще о том, что на все запросы, которые мы делаем, прямо конкретно Майорыху, ответ вообще нет. И когда я обратилась, почему они не отвечают на наши запросы, мне ответили так, что это частная коммерческая фирма, которая может не отвечать на ваши запросы. То есть, они не хотят быть открытыми? Да, 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 да. А на самом деле, они, значит, потихоньку копают, это все делают. И прикрываясь популистскими вот этими мерами, что ничего страшного от открытия наших разрезов. Мы же здесь заказник построим для птиц, мы же здесь рыб разводить будем, а людям тем более, тут никакого вреда нет. То есть, как я понимаю, вы все-таки требуете, чтобы лицензии изымались, чтобы разрезы закрывались, а то, чтобы лишь решать экологические вопросы... Нет, я еще раз сказал, что я не требую этого. Да, вы этого требуете. А цивилизованным путем решать экологические вопросы, вы считаете, невозможно? А цивилизованным путем это как? То есть, так, как надо по закону, как вы говорите, как в теории. Вот, да не теории. Делайте это все на практике. Я могу вам привести несколько примеров, где все законодательство экологическое, допустим, полностью соблюдается, не только... Но это не у нас в Хакасии. Это не у нас в Хакасии. У нас даже на Гуровых, где добывают газ, нефть, значит, не соблюдают экологическое законодательство. Я вот сейчас, так сказать, в прошлом году работал над проектом по ликвидации большого нефтезагрязнения. Нефтяники сделали. Вот у нас в России нигде. Но есть... То есть это реально соблюдать вообще законодательство? Реально. К этому просто надо... К этому надо стремиться. И, так сказать, не только, чтобы в соблюдении этого законодательства были заинтересованы жители, правительство, общественность, но и сами исполнители были в этом заинтересованы. Не душить их федеральными налогами такими, там акцизы и все прочее, то что федеральное, такими, что они вдохнуть не могут. Вот-вот. То есть мы пришли к выводу, что не так уж они виноваты сами? Да нет. Как здесь, видите, их загнали просто в тень. Вот эти наши законы, их загнали в угол. Их загнали в тень. Они же сейчас... Теневой бизнес. Теневой бизнес. Они же сейчас... Почему пользуются обшорами? Да. Почему уголь перепродается одна, вторая, третья организация для того, чтобы быть не одного? Торговыми домами, да? Да. Торговые дома, там все прочее организуются. Почему нельзя было бы сделать, чтобы они сами выходили и торговали на бирже? Сам разрез выходил и торговал на бирже, тогда он будет платить все налоги и будет всем хорошо. И у него не будет дополнительных затрат. Ему не надо будет прятаться от налогов, которые его федералы давят. Они давят ведь не только его, они давят и нас. Они его основную долю налогов забирают в Москву в себе, а нам оставляют здесь крохи, которые не позволяют покрыть наши убытки, которые мы здесь несем в республике. Слово, как добыча полезных ископаемых. Хорошие слова, и вам же даже можно как бы закончить на этом, да, вот, на вашими словами. Но, думаю, тему мы все равно продолжим и будем еще рады еще раз вас услышать и увидеть. И обязательно продолжим угольную тему Хакасия. Спасибо вам.